Марс – роскошный, пушистый кот с красивыми глазами. Марсу три года. Попал в приют с улицы в молодом возрасте. Волонтёры выявили у него проблемы с пищеварением, но кота быстро вылечили и наладили питание. Марс полностью здоров. У него есть все прививки, обработки. Он кастрирован. Животное готово к тому, чтобы переехать в новый дом. Марс спокойный и ласковый. Не проявляет агрессии. Хорошо уживается с другими животными. Марсик можно взять как одним животным, так и, например, к другому котику. Потому что до того, как у нас в приюте случилась перестановка, он жил в большом вольере вместе с другими котиками. И он ни с кем не дрался, он никого не задирал. Он совершенно спокойно существовал и ладил со всеми остальными. Поэтому он неплохо уживётся как с кошками, так и с собаками, скорее всего. Марс любит активные игры, поэтому станет хорошим другом для детей. Котик Дейл попал в Мурдом осенью прошлого года с улицы вместе со своим братом Чипом. Котята были инфицированы, поэтому Чип не выжил. А Дейл смог выкрапкаться. Волонтёры его вылечили от всех болезней. И совсем недавно Дейл переехал из карантина в приют. У него тоже имеется весь комплекс процедур в виде кастрации, вакцинации, обработок. В этом плане всё прекрасно. Котик молодой. Ему где-то год, год и три месяца. Примерно так. Он ещё совсем мальчик. Он очень любит поиграть. Вот этот кот идеально подойдёт в семью, где есть дети, потому что ему хочется попрыгать, поноситься. Потому что, считайте, всю свою жизнь он практически сидел сначала в одной клетке, потом в другой клетке, сейчас переехал в третью клетку. Конечно, ему очень хочется побегать, поноситься, попрыгать. К этому нужно быть готовым, чтобы котик у вас дома будет очень сильно активничать. По характеру кот ласковый, дружелюбный. Любит сидеть на руках и мурлыкать. Хорошо поладит с другими животными в доме. Сейчас в мурдоме 120 обитателей. Еда и наполнители для них уходят за несколько дней. Большая часть расходов идёт на лекарства, вакцины и обработки. Средств на всё не хватает. Поэтому приют просит горожан оказать посильную помощь. Нам всегда нужны древесный наполнитель, тоже уходит очень быстро. Нам нужны всегда, мы принимаем старое постельное бельё, потому что оно чаще всего у нас идёт либо на подстилке, либо мы с помощью них убираемся. Полотенца, коврики, лежанки – это всё мы тоже с удовольствием принимаем. Ну и, естественно, такие, ну скажем, расходные материалы, как когтеточки, лежанки, столбики, домики, игрушки – это всё нам тоже очень надо. Также всегда необходимы сухие и влажные корма, многоразовые пелёнки, лекарства. Часто животным в приюте не хватает внимания и общения, поэтому в часы работы мурдома волонтёры ждут всех желающих в гости. Поддержать приют можно и финансово, отправив любую сумму по номеру телефона или по QR-коду, который можно найти в группе ВКонтакте. В соцсетях или по телефону 8 908 762 0951 можно задать все интересующие вопросы, подробнее уточнить список необходимого и изъявить желание познакомиться с пушистыми героями наших выпусков. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.